Здравствуйте! В эфире новости Кыргызстана, в студии с обзором самых заметных событий Аркина Лымбеков. И сегодня в выпуске. Повеселились и уволились. Курсанты Академии МВД, затеявшие драку в одном из бешкекских ресторанов, приказом министра, уволены из милиции. Обычно задерживал он, теперь посадили его. Арестован начальник главного управления уголовного розыска МВД. Он обвиняется по нескольким статьям. Спикер доволен работой парламента. Турагатю Кругу-Генежа подвел итоги деятельности депутатов за минувший год. Наша редакция сделала это по-своему. Наказанный за хулиганство своих подопечных, руководство МВД наказало преподавателей Академии МВД, курсанты которого стали участниками драки в одном из бешкекских ресторанов. Начальник учебного заведения получил строгий выговор, а трое преподавателей Академии МВД, старшие офицеры, в том числе начальники кафедры и курса, освобождены от занимаемых должностей. Отметим, по приказу министра внутренних дел, соответственно, отчислены из Академии 35 курсантов, которые были замешаны в массовой драке. Напомним, в СМИ появилась информация, что 19 июня выпускники Академии МВД подрались с офицерами милиции в одном из увеселительных заведений столицы. Сообщалось, что участники драки ломали стулья, сбивали сотрудников службы безопасности ресторана, а в бассейн летели горшки с цветами. По результатам служебного расследования, руководство Академии МВД, ответственные люди, уже приняты меры административного взыскания. В отношении руководства, в отношении курсантов, которые были участвовали, они сегодня, согласно приказу министра внутренних дел, находятся на каникулах. Я думаю, как министр сам обозначил, что после выхода из очередного отпуска, значит, в отношении этих курсантов тоже будут приняты соответствующие меры административного взыскания. Еще на милицейскую тему. Начальник главного управления уголовного розыска МВД Телега Лебаев и его заместитель Базарбек Абдраимов задержаны и водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека на 48 часов. Офицеров милиции подозревают по трем статьям Уголовного кодекса. Это незаконное хранение наркотических средств с целью сбыта, соучастия в преступлении и злоупотребления должностными положениями. Пока детали задержания и другие подробности в интересах следствия не разглашаются, через два дня генпрокуратура предъявит задержанным официальное обвинение, а суд примет решение об избрании меры пресечения сотрудникам уголовного розыска. Отметим, несколько дней назад работники прокуратуры уже доставляли Лебаева в отделение, однако его подчиненным удалось отстоять руководителя. Прозрачная работа, никаких очередей. Регистрационно-экзаменационный отдел Бишкекского управления безопасности дорожного движения отпраздновал новоселье. Руководство регистрационной службы заявляет, что теперь столичное население не будет испытывать неудобств при оформлении документов. Сделать все необходимое, чтобы улучшить условия обслуживания населения. Такую задачу перед государственной регистрационной службой поставило правительство в начале года. По Кыргызстану были открыты центры обслуживания населения, что в разы сократило постоянные очереди. И вот теперь дело дошло и до регистрационно-экзаменационного отдела, который два года работал на окраине Бишкека. Жалобы от населения не прекращались из-за неудобного месторасположения. В новом здании, которое находится на территории бывшей автобазы, теперь можно сдать экзамен на получение водительского удостоверения или на его замену, а также получить государственные номерные знаки на автомобиль. Глава регистрационной службы заявил, задачи, поставленные правительством, исполняются в строго отведенные строки. Здесь наблюдение за всеми сотрудниками, за людьми, над каждым сотрудником стоит камера. Как они разговаривают, как принимают людей, как с ними обращаются, это все записывается и просматривается. Поэтому такое возможность для коррупции, что мы стараемся исключить. Видимо, председателю ГРС рассказали о новых технологиях, но не показали, как они работают. Потому что никакого видеонаблюдения в новом здании нет, и никто никого не контролирует. Люди, пришедшие получить или обменять документы, по-разному отнеслись к переезду РЭО. Одни считают, что в этом не было необходимости, другие, наоборот, поддерживают подобные начинания. В очередь, в очередь. И не ясно, сколько, кому, где, чего, как оформлять. Да нам какая разница, какое здание. Нам главное документы оформить. Да, более лучше стало, здесь ближе. И сразу ощутил плюс, что здесь все обустроено, есть сидящие места, где люди могут сидеть. Да, действительно, есть где посидеть. Но, опять же, площадь практически одинаковая с прошлым местом. Поэтому говорить о комфорте преждевременно, поскольку еще не все знают о переезде РЭО. Между тем, здесь будет обслуживаться весь город. Пожалуй, единственный очевидный плюс – это месторасположение и большая стоянка. Ну, здесь мы выбрали вот это здание. В ускоренном темпе разместили все помещения. Удобно для наших клиентов, для посетителей. Обращаются ежедневно многочисленные клиенты, которые при регистрации, при регистрации. И удобно для обслуживания нам. Удобства, а точнее 50 дополнительных центров обслуживания населения на базе госпредприятия «Кыргызпочта.Сы» будут открыты по всему Кыргызстану ко дню независимости страны до 31 августа. Правительством на это уже выделено 100 миллионов сомов. Половина из этой суммы уйдет на ремонт здания. Населению остается только ждать, когда откроются новые точки обслуживания. И вместе с этим надеяться, что очередей и бюрократических проволочек станет меньше. Ренат Шамсудинов, Нурлан Сатышев, Пешкек, Кыргызстан. Парламентские новости. В прошлом году депутаты не стали лишать себя служебного транспорта. Одним из доводов было «попробуйте покупать на зарплату депутата бензин. Это дорого». Надо сказать, что получают парламентарии официально около 700 долларов ежемесячно. Тогда как средняя зарплата в стране не превышает и 200 долларов. После той фразы в стране многие шутили. Депутаты уверены, что обычным гражданам бензин отпускается за бесплатно. На всякий случай к сведению депутатов это не так. А еще мы решили поделиться мнением многих граждан республики о работе парламента. Ведь сами народные избранники уверены, что поработали хорошо. Народные избранники, ушедшие до осени на каникулы, уверены, что поработали на славу. Так, по крайней мере, заявляет спикер парламента, решивший отчитаться за всю проделанную депутатами работу. Главное, чтобы мы хорошо работали, чтобы общество именно думало, что мы действительно хорошо работаем. Одно отступление. В начале года член парламентской фракции Эсенгул Исаков выступил с инициативой разрешить отстрел некоторых видов животных, занесенных в Красную книгу, за деньги. При этом депутат преследовал полнемиролюбивые цели. Животных и без того убивают. Если мы это упорядочим, то сможем получать деньги в бюджет. Эти деньги можно направить на охрану животных. Коллеги, впрочем, его не поддержали. Но в интернете развернулась дискуссия, дружат ли парламентарии с логикой. На самом популярном форуме даже открыли тему «Глупые инициативы депутатов». Пополняться она начала быстро. Еще одной новостью здесь стали слова лидера фракции СДПК Чиныбая Турсунбекова. Наши депутаты за 9 месяцев потратили лишь небольшую часть средств фонда фракции. Мы сэкономили более 2 миллионов сомов. Я хотел бы предложить, чтобы часть этой суммы мы могли тратить на сувениры, когда ездим за границу. Иначе за границей нам приходится на эти цели тратить свои личные деньги. Однако этой статьи расходов у нас нет. Я ни одной глупой инициативы не слышал. Все инициативы, они уважаемые. И я думаю, надо уважать любую инициативу, какая бы она ни была. Спикер парламента добавил, что в конце концов Джугарху Кенеш очень тщательно все обсуждает. И не принимает законов, которые могут навредить гражданам страны. К слову, так не думают все те же граждане. В социальных сетях уже создаются группы, инициирующие распуск парламента. Причина приводится здесь же. Кроме бесконечных интриг в попытках усидеть на своих креслах, не было принято ни одного действенного закона. Если мы хотим стабильности в стране, то Джугарху Кенеш этот, какой бы он ни был, он должен отработать свой конституционный срок. И я положительно оцениваю полтора года работы Джугарху Кенеша. Чтобы объявить всенародный референдум по распуску парламента, необходимо набрать 10 тысяч подписей. Многие уверены, что они наберутся максимум за неделю. Другие говорят рано. Пока есть парламент, правительство не сможет воровать из бюджета так явно. Сначала нужно отправить в отставку кабинет министров. Кстати, депутаты рассмотреть такую возможность не успели. В последний день сессии оставалось мало времени. Голосование депутатов, по выражению недоверия правительству, отложено до осени. Иркин Олымбеков, Бакит Кошалиев, Бишкек, Кыргызстан. Инновации, инвестиции и современный менеджмент. Новый министр сельского хозяйства Кыргызстан решил рассказать, с помощью чего он будет развивать аграрный сектор страны. Оскарбек Джанебеков, назначенный на пост главы Минсельхоза, три месяца назад впервые предстал перед журналистами. Министр сразу предупредил, что ранее организовать такое общение с прессой просто не хватало времени. И вообще, как он выразился, он больше человек – дело, чем слов. И все же, спустя три месяца главный аграрий решил рассказать об итогах своей деятельности. Во-первых, по его словам, впервые в истории министерства разработана концепция развития агропромышленного комплекса на несколько лет вперед. Главными направлениями развития сельского хозяйства по Джанебекову станут такие отрасли, как племенное животноводство, семеноводство, перерабатывающий сектор, мелиорация и кооперация. И среди них основной порпус, словом министра, будет сделана перерабатывающая отрасль. Логика простая. Если сельхозпроизводители будут иметь гарантированный сбыт, увеличится продуктивность и рентабельность всего сельхозпроизводства. И вообще, министр предлагает освободить перерабатывающие предприятия от налога на добавленную стоимость. Это, по его расчетам, позволит отечественной продукции на равных конкурировать с зарубежными товарами. В целом, новый министр со своими планами вселяет надежду на развитие агросектора. И вот как он прокомментировал свои способности. Я хочу сказать, что я нашагал несколько тысяч метров по полям. Я знаю сельскохозяйственное производство не понаслышке. Я пришел к этой должности абсолютно готовым практикам к руководителю. к должности руководителя. Я знаю, как это надо сделать. Потому что я это сделал на уровне своего хозяйства. Я уверен, что я смогу это сделать. Да. Я уверен, что я смогу это сделать и на государственном уровне. Это все, о чем мы планировали рассказать. Спасибо, что были с нами. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok